Телевизор только мой. Раз вас, отлично. Здравствуйте, друзья мои, коллеги. Меня зовут Пимин Федорович Владимирович. И сегодня я расскажу вам про открытую библиотеку методов анализа генерации векторной графики от лаборатории машинного обучения ИТМО. Актуальность данной библиотеки заключается в том, что на сегодняшний момент достаточно мало решений для анализа векторной графики, несмотря на те преимущества, которые она дает, а именно масштабируемость, высококачество изображений и сравнительно небольшой вес небольших изображений относительно растровых. Сами векторные изображения собой представляют набор различных векторных примитивов, которые позволяют размещать объекты в пространстве с определенными атрибутами, там, цвет, точка линии и так далее. Всего было разработано около пяти решений, которые можно разделить на следующее дерево по различным признакам. Там работа с изначальным типом графики, работали мы с неограниченными большими изображениями или ограниченными, а также изменяли мы саму структуру векторного изображения или меняем только атрибуты объектов на нем. Первое решение, о котором я хочу рассказать, это вектор мем. Это решение, которое было разработано для анализа высокоразмерных векторных изображений, например, чертежи. Основана она на технологии трансформеров памяти, они представляют собой решение для анализа достаточно больших последовательств данных. Работают они следующим образом. Берется последовательность данных, делится на сегменты равной длины, и когда модель обрабатывает сегмент, она извлекает оттуда контекст, который потом используется в обработке последующих сегментов. Таким образом, теоретически, они способны обрабатывать неограниченный поток данных. Однако на практике есть проблемы, связанные с затуханием контекста. То есть, когда мы обрабатываем данные ближе к концу, данные из начала, а именно их контекст практически не используется. Соответственно, вектор мем решает эту проблему, и также эта технология была адаптирована для векторных изображений. Одно из методов в рамках данной технологии это использование списка контекста, который позволяет расширить область используемого контекста, но сам контекст мили не затухает. Было приведено тестирование данной технологии на задачи поиска плагиата на чертежах. Как видно, наше решение имеет наивысшие метрики. И вот некоторые примеры из тестового набора данных. Главное преимущество использования данной технологии заключается в том, что мы способны обрабатывать векторные изображения любой размерности. Ну и кроме того, мы это делаем в нативном виде, что также увеличивает скорость обработки и остальные показатели. Следующее решение — это CoverGun. Это сервис, который позволяет генерировать обложки для музыкальных альбомов в векторном виде. Но входные параметры данного сервиса — это сама музыка и эмоции, которые вызывает данная музыка у пользователя. Здесь показано, на связи с помощью исходной палитры обложки и то, что мы предсказываем. Сама модель представляет собой полно связанную сеть. Которая на ход принимает разный сгенерируемый шум, музыкальные признаки, которые были извлечены из музыки, и эмоцию. Также мы вставляем на изображение подпись. Она представляет собой… она должна вставляться на однородный форум с крупным размером и иметь констрактный цвет с фоном. Ну и при необходимости надпись может переноситься на следующую строку. Вот пример из генерированных обложек. При сравнении с другими моделями видно преимущество нашего решения, так как она делает наиболее адекватные изображения. Ну и кроме того, был приведен на прост среди пользователей, как обычных, так и музыкантов, и они высоко оценили наше решение. Следующая модель — это вектор NST, который предназначен для переноса стилей в векторной растровой графике. Основана она на VGG модели, однако здесь есть некоторые модификации, связанные с изменением функций ошибок. Изначально те функции ошибки, которые предназначены для растровой графики, не подходят для вектора, поскольку даже растеризированные векторные изображения отличаются от растров в глубине цвета, констракции и гамме. Собственно, была предложена функция ошибки L-Pips для оценки, как хорошо она переноса стиль, и функция ошибки L-Contour, которая позволяет оценить, как хорошо у нас сохранилось исходное изображение. Вот как они подсчитываются. При сравнении с другими моделями видно, что мы не генерируем каких-то дополнительных артефактов, как это делают другие модели, ну а также у нас достаточно качественно перенесся сам стиль. Также была приведена оценка производительности данной архитектуры модели, и был опять же приведен опрос, и наша модель среди лучших. Следующее решение — это VectorWeaver, который основан на технологии Stable Diffusion и предназначен для генерации простых векторных изображений, а именно иконок. Опять же, эта технология изначально была предложена для растровых изображений, поэтому ее требовалось адаптировать. Для этого мы изменили энкодер, ну и, соответственно, декодер. Конкретно мы обрабатываем тут два типа объектов — это векторные примитивы и пути. Для обработки векторных примитивов мы исследуем их позиции в координатах, именно x, y, а также позицию их пути и какой цвет они имеют. Пути мы исследуем только, какая позиция у них. Декодер тут симметричный энкодеру — это, как обычно, работа трансформера. Вот некоторые результаты работы данной модели. Ну и при сравнении с конкурентами видно то, что у нас наилучшие качества изображений, ну а также они генерируются достаточно быстро. И последнее на сегодняшнее решение, которое я хотел бы рассказать, — это EVVec. Это эволюционный алгоритм, который был создан для векторизации растровых изображений. Первое, о чем следует сказать, когда идет речь о эволюционных алгоритмах, — это как мы генерируем исходную популяцию. Для этого мы применяем алгоритм SUG Tracer, который позволяет создать весьма схожее с изначальным изображением векторный объект. Ну а также он имеет похожий цвет. А также мы применяем ряд мутаций для улучшения последующей популяции. Это игольчатая мутация, которая немного изменяет координаты объектов. Мутация удаления путей и их частей для того, чтобы убирать артефакты, показанные рисунки BVec, которые создаются при работе алгоритма SUG Tracer. Ну и мутация градиентной слияния путей, которая позволяет сгладить цвета между различными векторами и примитивами. Также мы применяем кроссовер для оптимизации работы данного алгоритма, который переносит лучшие пути между различными популяциями. Ну и применяем также оценку мерок качества, кратичную ошибку, которая показана в третьей формуле. И вот в сравнении с другими алгоритмами видно, что мы за наиболее адекватное время, по сравнению с другими алгоритмами, генерируем качественное векторное изображение. Увереннее генерируем, а векторизируем. В заключении следует отметить то, что было создано 5 алгоритмов. Вектор MEM, позволяющий анализировать высокомерные векторные изображения, является, по сути, первым методом в данной области анализа высокомерных векторных изображений. Также был создан V-сервис CoverGun, который позволяет генерировать качественные векторные изображения, а именно музыкальные обложки, с использованием достаточно необычных параметров. Также была создана модель переноса стиля вектора на сцене на основе VGG-модели и модифицированных функций ошибки. Ну и показан метод генерации иконок в нативном формате VectorViver, который позволяет это делать. И был также создан метод векторизации разных изображений ever-vec на основе эволюционных алгоритмов. Также прикладываю ссылку на репозиторию, где есть инструкции по развертыванию всех моделей и как ими пользоваться. Спасибо за внимание. Удивительно, fast and furious, то есть быстрый спидран, прохождение просто совсем короткое. Особенно мне понравилось, посмотрите эту формулу, ну тут все очевидно. Человек уважает аудиторию, мы крутые. Есть вопросы, есть вопросы, потому что если нет, то я задам какие-то вопросы. Вообще, когда вы говорите, что вы порвали, вы порвали, и там какие-то таблички, для нейросетей, то есть лет 10 назад это нормально было бы, но сейчас это надо все-таки показать, что у вас находится на хринг-фейсе, что где-то там бенчи какие-то есть, сравнивается. Или это вы сравнивали на своем ноутбуке задушенном? Да, пока эта библиотека сравнительно недавно была образована, поскольку большинство работ это результаты ВКР студентов-магистров. И поэтому пока они даже не выкладывались они на хринг-фейс, но потенциали будут. Некоторые методы также в будущем будут дорабатываться. То есть это еще даже не open source, в общем-то, хотя можно говорить про нейросеть, но в общем не open. Ну почему не open? Код открыт. Код чего? Код работы модели, и даже сами модели, а именно их места выложены. Ну код обучения, да, там условно говоря, там можно повторить. В том числе, да. Как вот обычным людям это использовать? То есть у вас есть какой-то там стабил дефьюжн-like UI, чтобы использовать? Да, там приведены инструкции по запуску модели, как скачать и развернуть у себя и так далее. Единственное, что вероятно для генерации потребуется GPU. А скажите, какие требования к ресурсам у вашей модели? Что по железу нужно? По железу некоторые модели можно запускать даже без GPU, например, VectorMem, он не требует этого, просто используется обычный трансформер. А некоторые модели, как, например, EvoVec и VectorWeaver для генерации вектовых изображений, наверное, потребуют хотя бы домашнего GPU, там 8 гигабайт и около того. А жрет больше, чем StableDiffusion, условно говоря, да? Некоторые решения, да, поскольку они модифицированы дополнительно. Потому что StableDiffusion, известно, на CPU, в принципе, терпимо работает, на домашнем, на каком-нибудь 10-летней давности терпимо. Да, поскольку речь идет не обучение, а именно использование. А можно секундочку? Вот про вот тема, отдельная тема, это поиск плагиата. То есть вы просто вот этот слайд очень быстро пристали, можно секундочку. Я, вот, моя нейросеть не успела за секунду справиться с поиском плагиата вот там, на вот том, что показали на вот этих blue, этих принтах. А вы видите там, кто плагиат кого? Да, тут показаны пары изображений, совершенно левые изображения, это оригинальные изображения, правые изображения – это плагиат. То есть все правые – это плагиат левого, да? Да. Не очевидно, вот прям пазл в журнале «Музилка» не пройдет каждый, кто не обучался. А как он это нашел? Это доказали? Студенту предъявили, он сознался? Нет, это спрос на барданы, то есть тут были изначально размеченные изображения, то есть… Смотрите, я вижу, что вот эта штука похожа на вот эту. Ну да, да, примерно так. А вот эта, а, я просто почему-то думал, что вот эти левые должны быть похожи на вот эти. Нет, тут именно пары изображений. Все, слава богу. А то я же думал, я смыкнулся. То есть у вас четыре колонки, да, и первая, вторая, они парами идут, третья, четвертая пара. Да, я уже начал видеть, действительно, похоже, похоже, действительно. Моя нейросеть еще не списана. А вот там просто повернули, да? Да, верно. А вы это все разбили на токены какие? Ну, получается, тут каждое изображение состоит из векторных примитивов, и векторный примитив, его тип, а также его координаты, это все отдельные токены были. То есть он, скорее всего, просто находит длинные подстроки, да, совпадающие? Ну, тут, опять же, сам алгоритм, который применялся, это трансформеры памяти, получается, это довольно много токенов, получается, около 25 тысяч в среднем, им содержит чертеж. И, соответственно, приходилось это разбивать на сегменты и их обрабатывать последовательно. Какие-то шинглы, да, там, условно говоря, да, и поиск плагиата этими шинглами. Ну, да, и также мы потом использовали функцию расстояния, чтобы сравнивать то, что модель выдала. Она выдает скрытое пространство, там, около вектор длиной 768. И вы собираетесь это внедрять в ваш вуз или какие-то другие для поиска плагиата, и одновременно, наверное, делаете нейросеть, которая позволяет запутать и все-таки что-то потащить, да, плагиат. А тоже будущий. Бизнес, бизнес, идея. Ну что ж, вроде бы, вот я пока просто не вижу больше вопросов, может быть, все-таки кто-то, неужели нет ни одного специалист по нейросетям. Ну, зайдите, попробуйте, попробуйте, вот действительно что-то сгенерить. Вот когда-то бы вот прямо Артемий Лебедев это продавал бы за 100 тысяч, да, за указку вот этих зеленых уродов. Вот, а сейчас уже, как же, это бесплатно, да. Нет никакого возбуждения. Ну что ж, аплодисменты. Спасибо. Следующий доклад.